Уже в апреле новосибирцы смогут купить единый проездной билет на все виды транспорта. Причем использовать его можно будет начиная с любого дня месяца, не обязательно с первого числа. А с городских трамваев до конца года исчезнут турникеты. Сергей Толмачев о нововведениях в схеме оплаты проезда. На конечность 16-го трамвая пассажиров хватает. Юго-западный жилмассив большой. Когда приходит вагон с кондуктором, посадка занимает около минуты. Когда с турникетом, приходится ждать гораздо дольше. Потому что заходишь элементарно с ребенком, тебе нужно приготовить деньги и держать ребенка. А если там с коляской, то вообще это никак ты не зайдешь здесь оставлять, либо как-то продвигаться. Ну, зачастую. Останавливая движение, пока она всех обслужит сама, все это сделает. Турникет не сразу с первого раза срабатывает. Сейчас на городских линиях 22 таких вагона с турникетами. В основном старые, которые уже выработали ресурс. Их будут постепенно заменять. И вместе с новыми трамваями появится новый способ оплаты. Устройства, которые читают карту и выдают билет. Валидаторы. Но за наличным расчетом все равно к кондуктору или вагоновожатому. Одна из главных проблем это нехватка сдачи с крупной купюры. В трамвайных парках ходит байка о пассажире, который пользовался тысячей, как проездным. И вот однажды один находчивый кондуктор сдал ему сдачу одними рублями. 976 монет. Впрочем, наличными за проезд в последнее время стали платить гораздо меньше. Сейчас можно и банковской картой рассчитываться, да еще и скидку при этом получать. А в апреле у горожан появится еще один вариант. Единый проездной. Единый проездной на все маршруты, которые работают по регулируемому тарифу, будет стоить 2450 рублей в течение 30 календарных дней. Включая метро. Включая метро, без привязки к конкретной календарной дате. С внедрением проездных работы у кондукторов станет меньше. Тем более, что самих кондукторов сильно не хватает. Сейчас на больничном каждый шестой. Сергей Толмачев, Алексей Баженов. Новости ОТС.